Уже второй месяц подряд Марина Викторовна получает двойные квитанции. За одни и те же услуги жителей дома номер 31 по улице Райзена деньги требуют сразу две управкомпании. Получилось так потому, что часть жителей решили отказаться от услуг четвертого жрепа в пользу Владимирской управляющей компании. Провели голосование и передали его управленцам. Но остальные с таким решением не согласны. Смущает их тот факт, что на балансе новой управкомпании, как утверждают люди, нет ни одного дома. Эти люди нам пообещали райские кущи, но мы сказали, что мы посмотрим. Когда мы спросили первый раз, а сколько вы домов обслуживаете, то есть мы посмотрим ваш список. Они сказали, что у нас нет ни счета в банке, это было три месяца назад. То есть мы вообще никто. Мы сказали, давайте спустя год мы посмотрим, кто вы такие, и потом мы будем с вами иметь дело. Теперь несогласная часть жильцов вместе с четвертым жрепом подали иск в суд на Владимирскую управляющую компанию. По их мнению, новая компания не имеет права присылать жильцам платежной квитанции, поскольку договор на обслуживание заключен с жреп 4. Они же и продолжают обслуживать дом, убирать двор, вывозить мусор. Недавно управкомпания провела работы по замене труб водоснабжения, а сейчас готовится к ремонту крыши. Действия Владимирской управляющей компании незаконны, потому что она не имела права до того времени, пока не будет подписан на прием-передачу дома. Дом не передан, техническая компания находится у нас, тем более, что сейчас в суде оспариваются все эти вопросы. Собственники между собой решают, какую они хотят управляющую организацию. Но есть среди жителей дома и те, кто считают, что голосование за новую управляющую компанию проходило законно. Они-то и оплачивают с июля услуги по квитанциям Владимирской управляющей компании. Были опрошены фактически все жители, и кого могли, так сказать, застать. И из опрошенных большинством голосов было принято решение об изменении формы управления, переходя в другую управляющую компанию. Я оплачиваю квитанции, естественно, новой управляющей компании, потому что со собрания собственных принял такое решение. Во Владимирской управляющей компании пояснили, что присылают квитанции жителям потому, что тоже начали обслуживать новый дом. По словам руководителя, они присылают дворник и уборщицу, уже покрасили фасад со стороны подъездов и готовятся к отопительному сезону. А о том, что ЖРЭП-4 и недовольные жители подали в суд, они ничего не знают. К сожалению, управляющая компания старая решила действовать методами такими очень странными, не прислушиваясь к мнению собственников, не передает документы. Управляющая компания лукавит, она на нас в суд не подала. Чтобы подтвердить свою легитимность, Владимирская управляющая компания отправила результаты голосования в жилищную инспекцию. Результаты заключения экспертов будут известны через месяц. А пока жители дома обязаны оплачивать квитанции той управляющей компанией, с которой у них заключен договор. В данном случае это ЖРЭП-4.